Продолжение следует... Так, я вижу Новосибирск, Северное. Так, еще кто откуда? Удмуртия, Крым нас смотрит, Рязань, Томск, Бийск, Баган, Пермь. Отлично, Иваново. Спасибо, что сегодня к нам присоединились. Московская область нас смотрит, Оренбург, Чита, Благовещенск, Псков, Санкт-Петербург. Хорошо, коллеги, я рад сегодня с вами провести наше время в нашем вебинаре. Спасибо, что присоединились. Надеюсь на вашу активность, наше взаимодействие. Будем друг друга сегодня дополнять. Я также надеюсь, что этот вебинар поможет вам почерпнуть новую информацию о каких-либо трудностях, с которыми мы с вами, дорогие коллеги, сталкиваемся на наших уроках английского языка. Итак, давайте тогда непосредственно перейдем к нашему вебинару. По опыту дневного вебинара он у нас длился около часа. И, в принципе, я полагаю, что и вечерний вебинар тоже займет примерно час вашего времени. Но, надеюсь, за эти 60 минут, может быть, чуть больше, чуть меньше, мы с вами узнаем много нового. Итак, переходим к нашему вебинару непосредственно. Возможно, что уже этот учебный год, экзамен именно по английскому языку ОГЭ, может стать обязательным. Но пока нет еще никаких официальных бумаг и подтверждений, есть только слова. Нам остается только следить за новостями и узнавать, кто, какой регион может стать пилотным в пробном обязательном экзамене по ОГЭ, английский язык. Ну, будем с вами смотреть и думать, какие регионы попадут под пилотную версию. И уже будем в дальнейшем, наверное, готовить наших учеников к обязательно основной сдаче уже экзамена не как по выбору, а как основном. Поэтому, я думаю, работы прибавятся. И теперь давайте непосредственно постараемся с вами вспомнить, какие у нас есть задания ОГЭ. Все мы это знаем, что они делятся на две части, это письменная и устная. Но, уважаемые коллеги, хочу сразу заметить, что сегодняшний вебинар мы с вами посвящаем именно устной части. Поскольку, на мой взгляд, именно в устной части у наших учеников возникают особые трудности, которые мы с вами сегодня обсудим и обговорим. Значит, смотрите, будет серия вебинаров, которая будет посвящена отдельно письменной части, поэтому следите за расписанием наших вебинаров от издательства «Титул». И мы с вами уже в сентябре, когда расписание будет известно, будем обсуждать уже типичные трудности ОГЭ и как их преодолевать, но для письменной части. А сегодня мы с вами обсуждаем устную. Устная часть делится на три этапа. Это чтение текста вслух, диалог-распрос и монолог. Итак, уважаемые коллеги, вопрос к вам. Вот с какими типичными трудностями можно столкнуться при подготовке к устной части? Вот какие ошибки, частые ошибки допускают дети при подготовке к устной части? Или с такими трудностями мы сталкиваемся, непосредственно учителя, которые готовят учеников на своих уроках? Вот нам Дарья пишет «Тихая речь», «Понетические ошибки» нам пишет Елена. Ответы не на те вопросы. Да, не могут запомнить формат. Совершенно верно, поддерживаю. Итак, смотрите, вот я выделил основные типичные ошибки. Вот нам еще Марина Владимировна пишет также, что «Правильное произношение», «Следование плану монологического высказывания». Совершенно верно. И эти ошибки очень частые. Например, чтение текста без интонации, пауз, деление, также деление предложений на спословые части, фонетические ошибки. Это очень такая вот ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся повседневно, и не только на экзаменах, но и, в принципе, когда мы сталкиваемся с чтением текстов. Также ограниченный словарный запас. Тоже глобальная проблема, на мой взгляд. Обсудим обязательно, как эту проблему можно решить. Писали в комментариях, несоблюдение временных ограничений. Совершенно верно. Очень точно подметили, поскольку есть ученики, которые в силу своих индивидуальных особенностей очень долго могут говорить, и за отведенное время не до конца могут изложить свою мысль. Путь-то монолог или диалог-распрос, к примеру, да, импровизированный телефонный опрос. Также несоответствие ответов заданным вопросом. И все это мы с вами будем потихонечку делить по этапам нашего устного экзамена английского языка ОГЭ. Конечно же, очень важно принять во внимание и человеческий фактор, который тоже может сыграть злую шутку с нашими детьми. Конечно же, перед любым экзаменом все дети волнуются, и именно чрезмерное волнение – это такой фактор, который может оказать негативное влияние на положительный результат. Также писали в комментариях, что очень тихая речь. Об этом мы тоже сегодня поговорим и постараемся эту проблему также решить. Незнание формата заданий УС на части. Также уже, естественно, проблема состоит в том, что ученик, например, желает попробовать свои силы на экзамене, «Хочу вот сдать и все». Но формат не до конца ему, например, был понятен, он не до конца достаточно хорошо подготовился, и, соответственно, незнание формата приводит также к негативному результату. И то, как мы говорили, также несоблюдение временных ограничений, если, например, недостаточно 40 секунд при телефонном опросе ответить на поставленные вопросы, или же текст читать больше, чем 2 минуты, ну, либо монолог, монологическое высказывание также слишком растянуть. Соответственно, все эти минусы могут отрицательно отразиться на успешной сдаче нашего устного экзамена. И теперь давайте с вами приступим непосредственно поэтапно разбирать наши трудности. Начнем с первого этапа задания – это чтение вслух. Чтение вслух чаще всего – это чтение научно-популярного текста, дается на подготовку полторы минуты, и чтение не более двух минут должно быть. Что самое главное в этом чтении – это, конечно же, правильное деление предложений, правильная интонация также. Вашему вниманию я представляю пример, который взят из пособия ОГЭ, устная часть нашего издательства «Титул». Это примерный текст, который можно просмотреть, который можно прочитать для подготовки. К типичным ошибкам в данном задании можно отнести то, что ученики забывают правила чтения, вот то, что мы с вами в начале нашего вебинара обсудили. Соответственно, из-за этого они неправильно произносят некоторые слова, а также не соблюдают интонационную норму конкретных предложений. Основными ошибками при выполнении этого задания, разумеется, выступают фонетические ошибки, искажающие смысл. К этим ошибкам можно отнести неправильное произношение звука. Это замена фонемы, к примеру, которая приводит к искажению значения слова. А если пара слов различается именно на его основе, например, «Чеп», «Чи», «Корабль», «Овечка», конечно же, значение изменится и будет как ошибка считаться, потому что неправильно смысл был передан. Другой случай этого рода, когда слово становится неузнаваемым из-за его неправильного произношения. Тоже очень частый случай. Вот, например, слово «пут» произносится с тем же звуком, что и «кат». Следовательно, ошибка, ведь такого слова нет. Я имею в виду слово «пот», только «пут». И все в таком вот роде. А теперь давайте выделим типичные ошибки чтения вслух. Это интонация, ошибки фонетические, искажающие смысл, и самое простое, когда ученик по своей забывчивости просто-напросто игнорирует правила чтения. Теперь давайте более детально мы с вами рассмотрим примеры ошибок на нашем тексте. Я выделил некоторые из них, более частые в использовании у наших учеников эти ошибки. Вот, на ваших экранах третье слово «writer». Очень часто в таких вот словах букву «w» ей передают звук «в». Читаются звуком «в», что есть неправильно. Или, например, слово во второй строчке у вас «delicious». Как это слово только не читают, поверьте. Считается очень сложное слово, сложный звук «ш», много букв, и очень часто ребенок забывает правила произношения, правила чтения, и приводит это к негативному результату. Также проблема остро стоит с правильным ударением. Например, третья строка – слово «calorie». Очень часто ударение дети меняют, ставя его на второй слог. В этой же строке перед вами слово «cholesterol». Мы все знаем, что буква сочетания «ch» дает звук «ч». Поэтому дети так и читают. Но нужно обязательно обращать их внимание на то, что если слово вдруг греческого происхождения, тогда в таком случае буква сочетания «ch» дает звук «к». Таких слов немного. Есть небольшой список этих слов, которые можно выписать либо в словарик, или сделать еще проще, распечатать детям и вклеить им словари, и на каждом уроке их проговаривать, чтобы у них лучше отложилось это в памяти. Также правила открытого-закрытого слога. Очень часто дети почему-то путают. Например, четвертая строка, у вас идет слово «dinner». Очень часто «dinner» читают как «diner» – закусочное, и наоборот. «Diner» читают как «dinner». Тоже одна из таких подключевых ошибок, когда они меняют значение слова из-за неправильного произношения. Далее, окончание прошедшей формы – это окончание «id», когда читают, к примеру, «baked», а не «baked», ну и так далее. И вот все в таком роде. То, что я говорил, например, вот «pudding», «pudding», когда читают, допуская такие ошибки, тоже является неприемлемым. Соответственно, результат падает. Вашему вниманию я сейчас предлагаю варианты преодоления трудностей. Как можно улучшить те или иные аспекты чтения? Вот на ваших экранах варианты. Табличка «памятка», я думаю, с ней знакомы практически все. Основная цель – это закрепление звуков. «Personification», такая вот мини-разговорная игра на произношение. С помощью этой игры мы отрабатываем произношение. Классика жанра, скороговорки, там «twisters». Мы отрабатываем не только произношение, но и беглый темп речи. То, о чем мы с вами говорили, когда ребенок в течение двух минут не укладывается в это время и, соответственно, не успевает текст прочитать до конца. «Rhyme ping pong» – рифмованный пинг-понг. Опять-таки, благодаря этому заданию практикуем произношение. И игра контакта, дирижер, также отрабатываем произношение и беглый темп чтения. И о каждом из этих упражнений мы с вами отдельно сейчас поговорим, обсудим. Уважаемые коллеги, данные варианты приношения трудностей вам знакомы? Например, вот табличка «Памятка», где мы можем звуки закрепить, наглядное пособие, к примеру. Первый и третий знаком, пишет Дарья. Табличка «Памятка» и, конечно же, скороговорки. Вот скороговорки, я думаю, знакомы многим. Вот нам «Майя» пишет, что знакомо такое. Елена пишет, что знакома табличка «Памятка» и там «Twisters». Первая и третья. Любовь нам пишет, что ей знакомо. Скороговорки. Да, вот скороговорки. Кстати, беспроигрышный вариант, если мы хотим улучшить и произношение, и темп речи. Ну и теперь давайте потихонечку по порядку рассматривать каждый из представленных вариантов. Итак, табличка «Памятка». Табличка «Памятка» очень проста в своем использовании. чтобы лучше запомнить те или иные буквосочетания и правила произношения в английском языке, достаточно взять отдельно звуки и к ним подбирать или искать слова на необходимый звук. Можно, например, если мы хотим усложнить задачу, использовать карточки. Расписать, либо распечатать отдельно, отдельно привести примеры, все это перемешать, и ученикам необходимо будет найти под свой звук то или иное слово, которое будет под него подходить. После этого они зачитывают свои варианты, соответственно, отрабатывают конкретный какой-то звук, либо сразу группу звуков. Также можно использовать в начале урока данную табличку-памятку как «Women Up» для разогрева. Например, если вы планируете на уроке работать с текстом. Дабы вспомнить правила чтения перед работой с текстом, повторить звуки. Это, во-первых, занимает не очень много времени в начале урока, а также активизирует память, фокусирует внимание на конкретных звуках. Также можно добавить дух соревнования на скорость, ограничить время и кто быстрее всех справится с заданием. Или же можно отдельно подбирать буквосочетание к той теме, которую вы проходите. Там есть, например, определенный список слов, и вы хотите эту лексику ввести. Соответственно, есть слова, которые тяжело читаются с первого раза, и ученикам это дается сложно. К примеру, можно подобрать буквосочетание, либо отдельно дать звуки, как это слово читать, и к нему это слово подобрать и прочитать. Да, в детям определенный такой вот настрой на работу. самый простой способ, на мой взгляд, эффективен, если мы хотим непосредственно постоянно отрабатывать и прорабатывать наше произношение, наши звуки. Опять-таки, важно, если мы хотим добиться успеха, все потихоньку вводить в систему. Разговорная игра, personification, персонализация, на самом деле, очень интересная вещь. Берется любое сложное слово. Чем длиннее, тем лучше. Можно сделать в виде карточек данные слова. Даете слово ученику и просите прочитать данное слово ровно столько раз, сколько в нем букв. При этом, с каждым новым чтением необходимо убирать из этого слова букву. Например, слово personification. Убираем первую букву personification. Убираем еще одну букву personification. И так вот далее, пока не прочтем все. Sonification, onification, nification, ifification, 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 и так далее. Таким образом, мы с вами полностью прорабатываем открытый, закрытый слог. Мы с вами прорабатываем те звуки, которые нам необходимы. Те звуки, которые вызывают определенные трудности у наших учеников. Поэтому можно взять подобрать слово на проблемные звуки. Или подобрать слово, объединив его с темой. К примеру, тема my neighborhood. Берем слово neighborhood и вот так просим учеников, убирая по одной букве, прочитать слово. На самом деле идет очень хорошо. Это, во-первых, и весело, и, опять-таки, можно использовать как woman up в начале урока для разогрева. Много времени на это не нужно. Но если это проводить и брать разные слова, к примеру, ни одно и то же слово, например, одно слово максимум два раза, подобрать новое, чем это слово будет больше и интереснее, соответственно, вы увидите, как дети читают то или иное слово. Вот. Как вариант. если вы боитесь, что дети могут запутаться, естественно, вы можете им вначале прочитать сами. Это также будет развивать и скорость. Вначале они читают медленно, вдумчиво. Далее мы уже отрабатываем скорость непосредственно. Понимаете? Поэтому, Марина Викторовна, уверяю вас, что если это будет водиться постепенно и регулярно, то, в принципе, ошибиться будет тяжело. На первых парах будут неточности, но, в принципе, идея хорошая. Попробуйте и посмотрите. Они будут ошибаться и они будут хотеть исправить себя. Это очень важно. Когда ребенок читает, 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 он ошибается на одном и том же месте, и он его прорабатывает сам автоматически несколько раз. Поверьте, это хорошая практика будет. Поэтому стоит попробовать обязательно. Переходим далее. tongue twisters, как я уже говорил, это классика жанра скороговорки. Если мы с вами хотим улучшить произношение и добиться беглого темпа речи, то скороговорки отлично в этом помогут. Можно на уроке и конкурс провести, кто быстрее прочитает и четче всех произнесет. Подходит для учеников разного уровня подготовки. Опять-таки, скороговорки можно подбирать на проблемные звуки и прорабатывать их. Вы можете устроить соревнования например среди мини-групп, либо например соревнования непосредственно с вами. Им будет даже еще более интересней посоревноваться с учителем. Ну вот к примеру She sells she shouts but she shouts стандартная скороговорка отрабатываем те или иные звуки. Полезная вещь опять-таки можно использовать в качестве разогрева. Если вы хотите провести такой мини-конкурс, то лучше это использовать уже в основной части урока. В принципе скороговорки всегда были беспрокрашным вариантом как раз способствуют конкретно улучшению беглого темпа речи и также идет отработка артикуляции. Еще один совет также из личного опыта. Когда вы работаете со скороговорками вы можете попросить детей носить зеркальце. Возможно мальчики будут отказываться это делать, но тем не менее когда они смотрят зеркало на свою артикуляцию соответственно звуки они будут также стараться произносить четче. Как раз то, что нам с вами нужно для чтения вслух. Как вариант. Итак, далее переходим рифмованный пинг-понг рим-пинг-понг Как и игроки в теннис парируют свои удары так и ученики парируют словами в рифму. Опять-таки задание хорошо тем, что происходит актуализация активизация прошу прощения лексических единиц. можно упражнения адаптировать под тему если вам необходимо ввести новые слова новую лексику к примеру у вас тема пусть будет тот же самый мой район к примеру и у вас новое слово хаос к примеру и нужно к нему подобрать рифму хаос маус к примеру опять-таки активизируем лексику полностью ранее выученную это фокусирует внимание поскольку это способствует затрат интеллектуальных потому что нужно очень быстро сообразить какую рифму подобрать можно ограничить время опять-таки провести это как конкурс но вот к примеру док лог кол тол моб стоп и все в таком духе можно задачу немножечко усложнить например вы даете слово к примеру док и следующий ученик должен подобрать уже рифму лог следующий к примеру фраг и так далее и например там еще один ученик говорит дальше фраг если ученик запутался или не смог придумать рифму не беда ругать его не стоит вы просто даете ему следующее слово например вы говорите ему слово кол а он отвечает тол и следующий ученик подхватывает и старается продолжить рифму. Как вариант. Тоже можно использовать в начальной стадии урока, как woman up. Пол идет очень хорошо данная игра. И можно использовать слова разные. Не только короткие, но и длинные. А теперь, уважаемые коллеги, обратите ваше внимание на три слова, которые на экране. Light, dry and lizard. Небольшой интерактив. Давайте попробуйте теперь вы подобрать ту или иную рифму. Вот нам Дарья пишет light, fight, bright, night. Замечательно. Отлично. Вот Галина Геннадьевна нам пишет wizard. Это рифма к слову lizard. Отлично. Ирина нам пишет fight, cry, wizard. Отлично. Подходит. Замечательно. Любовь пишет right, sight. Наталья. Отличную рифму подобрала к слову lizard. Написала blizzard. Замечательно. В принципе, видите, очень активно эта игра способствует, также помогает ученикам включиться в темп работы, поскольку это нужно делать быстро. Они фокусируют свое внимание, и в принципе, у них не будет много времени на то, чтобы отвлекаться на уроке. Вот такое вот простое упражнение. Но, тем не менее, оно само по себе очень интересно. Третье слово еще что? Ну, например, lizard, wizard. Еще нам коллеги писали blizzard как вариант, поэтому можно подобрать слова. Немного, согласен, много слов именно под слово ящерица lizard не подобрать, на мой взгляд. Но, тем не менее, вот мы с вами два слова найти смогли. Итак, идем далее. Игра контакта дирижер. На мой взгляд, эта игра больше для учителей. Как и дирижер управляет оркестром, учитель может поуправлять на уроке техника чтения своих учеников. Можно раздать текст. Примерный текст, который можно встретить на экзамене. Скажем так. Если вы поднимаете руку вверх, дети читают громче. Если вы опускаете руку вниз, дети читают тише. Жестом указываете вправо, дети читают быстрее. Жестом влево, медленнее. Это все можно варьировать, немножко поиграть с детьми. Например, рука одна вверх, вторая вправо. Они читают громче и быстрее. Можно делать наоборот. Одна рука вверх, вторая вниз, другая рука влево, читают, например, громче, но медленнее. Рука вниз и вправо читают тише, но быстрее. И можно варьировать. Таким образом, темп данной игры будет зависеть только от вас. Данное упражнение будет способствовать развитию скоростного темпа чтения, быстрого, беглого, скажем так. им следить за рукой, пишет Диляра. На самом деле хороший вопрос. Следить просто. Ведь ученики, когда читают, они боковым зрением могут воспринимать информацию, которая к ним поступает. На самом деле проверенный метод, он работает. Поскольку наши классы делятся на маленькие группки, то в принципе это реально. тем более, как нам пишет Тамара Валентиновна, это активизирует внимание. Совершенно верно. Они должны максимально сосредоточиться, чтобы справиться с этим заданием, то, что нам и нужно. Во-первых, это весело. Они не посмеются, они избавятся от своей боязни читать, например, на класс, как вариант. Поэтому можно подобрать любой вариант, как это лучше сделать. Но, тем не менее, когда вы это делаете сами, ученики реагируют очень даже хорошо. Поэтому в принципе задание хорошее. Опять-таки все зависит от вас, как вы к этому отнесетесь, как вы это подадите и какой темп захотите задать. Начинать можно с медленного. По поводу пострадает ли качество чтения, это упражнение и нацелено на то, чтобы это качество наоборот улучшить. Поэтому не нужно сразу им дирижировать очень быстро. Нужно делать медленно, поскольку дети читают по-разному и к этому заданию нужно прийти, нужно вводить его потихонечку в систему. Поэтому в принципе здесь вполне реально это сделать. Итак, идем далее. переходим ко второму этапу нашего диалога, нашего экзамена устного, это диалог расспрос. Это импровизированный телефонный опрос, нам необходимо ответить на 6 вопросов, и на каждый ответ отводится 40 секунд. И к вашему вниманию вариант данного опроса, пример взят опять-таки из пособия подготовка к ОГЭ устная часть нашего издательства Титул. Здесь примерные вопросы даны и скажите коллеги, с какими трудностями именно в этом задании можно столкнуться при подготовке к данному упражнению, как вы считаете? Вариантов может быть безусловно много, поскольку необходимо четко для себя понимать, что нужно обязательно тренироваться, укладываться именно в ответ 40 секунд. Вот уже коллеги пишут, что могут дать ответ не на тот вопрос, вполне вероятно. Дети отвечают на вопрос неполным предложением. Да, в принципе не могут памятью удержать весь вопрос, это тоже есть такая проблема. Ну, вот типичные ошибки на ваших экранах. Ответ не соответствует вопросу, ответ дан в виде слова или словосочетания, при условии, если, например, не до конца раскрыта суть вопроса. Грамматические ошибки, лексические ошибки или ответ не дан вовсе. Вот, давайте с вами разберем некоторые примеры ошибок, с которыми наши ученики могут столкнуться. Ну, вот, к примеру, вопрос. What is your favorite season? И ученик отвечает одним словом summer, лето. Это не есть приемлемо, поскольку ответ на вопрос должен быть развернутым, более дополненным. Соответственно, нужно хотя бы начать отвечать my favorite season is summer и хотя бы постараться объяснить почему именно, например, лето, либо что он делает летом и так далее. Where do you usually spend your summer holidays? И ответ where it's hot. Где ты обычно проводишь свои летние каникулы, там, где тепло. Нужно более дать конкретный ответ. А где именно? Море, либо там у бабушки в деревне и так далее. То есть нужна конкретика. или what do you like to do during your winter holidays? Очень частая ошибка, типичная трудность, и вы о ней писали в чате. I do sports и все. Я занимаюсь спортом и все. Ученик дальше не может продолжить мысль. Растерялся или вопрос забыл. Такое тоже бывает. Соответственно, опять-таки приводит к негативному результату. И все в таком духе. То есть наша основная задача детей подготовить таким образом, чтобы они могли правильно реагировать на вопросы и правильно эти вопросы понимать. И давайте теперь с вами постараемся разобрать варианты преодоления трудностей. Вашему вниманию я представляю несколько разговорных игр. Рекомендации slices of life, one of us, none of us, answer and add. Я думаю, с этими играми вы сталкивались. Возможно, они есть под другими названиями. Это мы сейчас посмотрим. Вот у нас был с вами вопрос, рекомендация, да, вот в примере типичных ошибок. И мы начнем именно с него. Очень частый нюанс такой возникает, что нужно дать именно рекомендацию. Например, what place in your country would you recommend a foreign tourist to visit and why? Смотрите, рекомендацию лучше давать более подробную, детальную, чтобы конкретно можно было понять, что вы хотите рекомендовать. Смотрите, если, например, вы проходите герунди либо инфинити, глагол recommend отлично к этому подойдет. Смотрите, все очень просто. Вы берете вопросы и ответы отдельно на карточках, разрезаете их, перемешиваете, и дети тянут эти карточки. Те дети, у которых оказался вопрос, этот вопрос зачитывают, а те ученики, у которых ответы, должны правильно подобрать тот или иной ответ по смыслу. Можно устроить также в форме соревнований, ограничить время, опять-таки сделать те же самые 40 секунд, что нужно найти правильный ответ и почитать его. Работать может как целый класс, так и группки, мини-групки, например, и таким образом, когда весь этап будет пройден, можно задание к примеру усложнить. Вот смотрите, можно выбрать несколько цветов, взять, например, цветную бумагу и на ней распечатать вопросы и ответы. Выбрать, к примеру, четыре цвета, если вы хотите четыре команды в конце провести, сейчас все объясню. Берете, например, желтый, зеленый, красный и синий, к примеру. На них пишите, не важно вам какие вопросы, какие ответы, просто пишите на них вопросы-ответы, печатаете, раздаете, и ученики делают то же самое, то есть им необходимо будет опять-таки прочитать вопрос и подобрать правильный ответ. Далее вы говорите, а теперь объединитесь команды, те, у кого только зеленые карточки, только желтые. Они объединяются, вы забираете у них карточки с ответами, оставляете им только карточки с вопросами. И вы должны проконтролировать такой вот момент. Не нужно им говорить, что они в конце будут делиться на команды, а вы просто даете им попутное задание. А теперь воспроизведите те ответы, которые у вас были в карточках. И вы сразу увидите, как ваши ученики будут уже сообща, стараться воспроизвести тот или иной ответ на вопрос. На самом деле со стороны выглядит очень интересно, очень забавно, поскольку они помогают друг другу, что немаловажно. И самое главное наша функция с вами уважаемые коллеги это направлять наших учеников в нужное русло, естественно. Вот такая вот мини-игра. Это активизирует опять-таки навыки речевые, тренирует память, поскольку они проработали ответы, проработали вопросы, далее они просто воспроизводят услышанное. Получаются такие вот клише, клише, которые они запоминают на подсознательном уровне, а потом уже передают информацию. Очень интересная игра, советую попробовать. Но опять-таки данную игру лучше использовать именно в мини-групках и в основной части урока, чтобы у вас было больше времени. Сразу хочу заметить главный нюанс, то, что если вы хотите, чтобы эта игра получилась, необходимо опять-таки делать все, вводить все в систему, делать поэтапно, потому что с первого раза, например, вам может времени не хватить, ученики должны вникнуть, что от них хотят, и так далее. Поэтому можно варьировать грамматические конструкции, в зависимости какой именно вопрос вы хотите проработать. Итак, идем далее. Слайс из овлайф, кусочки жизни. Опять-таки разговорная игра, очень интересная в своем использовании. рисуем на доске условный круг, и условно называем его темой урока. К примеру, my week, скажем так. Делим его опять-таки условно на части. Частей может быть несколько. Я вашему вниманию представляю, как этот круг поделить. К примеру, если мы хотим отработать употребление ерундия после глаголов предпочтения. Like, don't like, hate. Назвали эти части нравится, не нравится или ненавижу. Далее, ученики пишут у себя в кружочках то, что им нравится, не нравится или они ненавидят. Playing computer games, doing homework, going shopping. К примеру, играть в компьютерные игры, им нравится. Doing homework, делать домашнюю работу, не нравится и терпеть не могут, ходить по магазинам. К примеру. Далее, соседи по парте меняются своими карточками. ученик опираясь на ответы своего одноклассника задает ему вопросы. А его одноклассник, его сосед в парте отвечает на них теми конструкциями, которые он употребил. Вот смотрите, например, это очень хорошее именно парное задание, именно для работы в паре. активизируют сразу же диалогическую речь, опять-таки можно привести различные примеры, дать им макет, и уже опираясь на макет, они вам смогут произносить, составлять тот или иной диалог на ту тему, которая вам нужна. Поэтому тему можно подобрать непосредственно по теме урока. Ну и так далее. Далее, один из нас, никто из нас, вану вас, нано вас. Вот смотрите, опять-таки, использовать лучше всего данную игру для работы в группе. Дана табличка с неограниченным количеством вариантов предложений. Для начала, перед тем, как перейти к непосредственному выполнению заданий, детям необходимо собрать о себе информацию, опираясь на слова, которые даны в табличке. Ну, например, также происходит практика вопроса к подлежащему, либо общих, либо специальных. Вот, например, они хотят узнать, где кто был когда-либо. Отработка также идет грамматической конструкцией Present Perfect. Who has been to, например, Saint Petersburg? Who has been to Moscow? Who has been to Казань? И так далее. Они узнали, собрали информацию о себе, вписали ее, и далее дают уже ответы, что One of us has been to Saint Petersburg, Two of us have been to Казань, All of us have been to Moscow. К примеру, мало того, что они практикуют эти вопросы в устной форме, они еще в конце упражнения выдают ту информацию, которую им удалось собрать о своих одноклассниках. Можно, опять-таки, поделить на мини-группе детей, и вы увидите, как у них в группе будет также активизироваться и лексические единицы, которые они учили ранее, и вы полностью будете прорабатывать, отрабатывать те или иные вопросы. И опять-таки, это практика диалогической речи. Поскольку они работают в коллективе, даже самые неактивные дети, ввиду своих особенностей, также смогут принимать участие. Так что, в принципе, вполне действенный способ и вполне можно попрактиковать. Это способствует усовершенствованию разговорных навыков. Конечно, опять-таки, повторюсь, они вам сначала сразу не выдадут целый текст, это невозможно, им нужна практика. Это задание, если вы хотите проработать это все, то нужно давать порции АМИ, нужно прорабатывать из урока в урок. Тогда мы с вами добьемся спонтанности, поскольку вопросы будут подобные, соответственно, и подобными будут ответы. Они уже будут слышать тот или иной вопрос, соответственно, они смогут дать более или менее четкий ответ, то, что нам с вами нужно для выполнения этого телефонного опроса. Вдобавок, они слышат речь друг друга, что немаловажно. Вот. И теперь переходим с вами к следующему разговорной игре Answer and Add. Возможно, вы эту игру знаете по другим названиям, как снежный ком, но, например, мне она больше нравится в названии «Ответь и добавь». Я вам представлю сейчас разговорный такой вот пример, который был непосредственно из моего личного опыта. отрабатывали мы вопросы с учениками именно вот диалогическая речь. И вопрос на доске. Просто написал на доске «Why photography is popular now?» И один из моих учеников отвечает «It's easy». И все. На этом он остановился. Вопрос является незасчитанным. Это неправильный ответ, я прошу прощения, поскольку он должен быть полный. Он должен конкретно объяснить «Почему». И тут очень хорошо пошло, когда его же одноклассник не я, а его одноклассник дополняет его «to take photos». Дополняет его следующий одноклассник «Вы где смартфон?» И так далее. И уже вы видите, как не вы являетесь источником знаний, а его сверстники. Таким образом они лучше запоминают на мой взгляд. И если в конце высказывания вот все его дополнили, ему это высказывание нравится, он должен это высказывание повторить. Соответственно у него опять-таки в голове отложится то или иное клише на тот или иной вопрос. Дальше методом подбора информации ученик уже сможет пользоваться клише, изменяя лексические единицы и соответственно вы будете видеть как они потихонечку будут формировать диалогические навыки. Именно высказывания. Они слушают друг друга, дополняют друг друга и это также учит элементарно слушать на уроке то, что нам необходимо. Вот такая вот игра. вот мы с вами сейчас переходим к третьему этапу нашего вебинара это монолог монолог на мой взгляд такое вот очень каверзное задание поскольку суть монолога в том, что необходимо говорить постоянно не делая больших пауз монолог помимо этого составляется на указанную тему на подготовку отводится полторы минуты и две минуты дается на сам монолог в помощь предоставляются опоры так называемый мини план вот теперь уважаемые коллеги скажите пожалуйста вот примерно в ваших экранах какие ошибки типичные трудности могут возникнуть у наших учеников при выполнении данного задания пока вы пишите свои комментарии вот Арина пишет задает вопрос дети могут говорить меньше двух минут за это баллы снижаются главное раскрыть все мини опоры перед ответить как можно точнее в принципе высказывание должно по объему быть 10-12 предложений в 2 минуты это вполне можно уложиться даже чуть меньше в принципе будет достаточно 12 предложений вот вот уже пишут коллеги типичные ошибки то что говорят не по теме да пункты плана не соблюдают вот нам Ольга пишет нет вступления заключения хотя было предложено обязательно да это нужно отрабатывать на уроке говорить что нужно начинать монолог именно с таких вот слов с таких вот предложений и заканчивать такими-то предложениями это дети должны знать на зубок да дети могут не ответить на вторую часть вопроса да нам пишет Галина Геннадьевна любовь нам пишет Ковалева не обращают внимание на эти мини-опоры а говорят заученные тексты вот это вот я с вами соглашусь очень такая вот проблема типичная поскольку если вы подменяете монолог на заранее подготовленную речь видите просто ага вот она тема школа я ее знаю сейчас расскажу ученик по своей невнимательности не вчитывается в мини-опоры и соответственно он не раскрывает тему того или иного то или иной мини-опоры этого мини-плана соответственно теряет баллы вот Виталина пишет нет слов-связок естественно слова-связки кстати лучше давать именно в клише в каких-нибудь грамматических конструкциях вот мы сейчас об этом также поговорим и ограниченный словарный запас но уважаемые коллеги по поводу ограниченного словарного запаса если мы с вами посмотрим на предыдущие разговорные игры которые мы с вами вот только что разобрали то вполне данные игры способствуют хорошему запоминанию новой лексики если вы планируете ее вводить с помощью той или иной разговорной игры и поверьте мне слова когда вы их отрабатываете непосредственно в группе в коллективе запоминаются очень быстро поскольку происходит активизация этих единиц и тем самым вы создаете такую вот почву для использования этих же самых слов на закрепление в том или ином высказывании в том или ином упражнении поэтому нужно постоянно прорабатывать лексику опираясь на упражнения на те или иные разговорные игры чем больше они будут проговаривать тем им будет проще запомнить это слово и они его всегда смогут употребить свои речи минимально конечно но смогут вот как вариант и теперь давайте мы с вами перейдем к вариантам преодоления трудностей типичных трудностей вашему вниманию представляю три варианта игра стыкс перефразирование и трансформация третья уважаемые коллеги данные варианты данные приемы вам знакомы или нет вот например игра стыкс должна быть знакома сто процентов перефразирование я думаю тоже и трансформация скорее всего кто то пишет вот ирина пишет что незнакомым сейчас узнаете много нового тогда или напиши что знакома второе это у нас перефразирование ирина пишет второе и третье а любовь пишет что второе знакома стикеры знакомы дарья хорошо наталья знакома второе и наталья владимировна а пишет также что знакома с перефразированием отлично тогда процент давайте тогда по пунктам постараемся разобрать с вами данные варианты и посмотрим так вы делаете или нет возможно что то новое для себя узнаете и сможете использовать в своей педагогической практике итак игра стыка с наклейки очень простая игра чисто на разговорку на отработку процент вопросов например ученики пишут на листочках имена известных людей это видно по самой картинке я думаю главное условие чтобы этот персонаж был знакомым пусть это будет какой нибудь процент актер известный вот из сказки из мультфильма главное чтобы его все знали они пишут эти имена далее они затем листочки перемешивают и каждый вытягивает этот листочек не подглядывая что ним написано клеить себе налог все видят ученики что на этом листочке написано кроме самого ученика лучше всего рассадить учеников по кругу такой вот сделать очень хороший интерактив со своими учениками по кругу их рассадить они вытянут эти бумажечки наклеивать себе на лоб соответственно далее пойдет отработка общих специальных вопросов и естественно это будет активизация разговорных навыков они будут стараться друг друга вовлечь чтобы как можно больше информации узнать о том какой персонаж им нужно угадать например если ответ вопрос задаете и ответ да вы продолжаете задавать вопрос дальше пока не ошибетесь то есть пока не угадаете если например вопрос задали ответ на него нет соответственно право хода передается другому ученику и вот так вот по кругу можно эту игру провести Юлия пишет эта игра называется да нет да как один из вариантов также называется да нет кто-то называет донетки например поскольку мы клеим то тоже вполне логичное название как наклейки стикеры Татьяна Геннадьевна нам пишет что там и специальные вопросы естественно без специальных вопросов поскольку это персонаж мы ставим вопрос подлежащему да тоже происходит их отработка вот как вариант для упрощения задачи если например вы считаете что ваши ученики вот у них не смогут дайте им макет дайте им клише дайте им варианты вопросов варианты персонажей на которые можно задавать те или иные вопросы они подставят они смогут главное их направить вы курируете процесс и желательно конечно же чтобы вы тоже играли вместе с ними дети очень любят когда учителя с ними взаимодействуют особенно в таких вот интересных играх вот как то так ну что ж переходим далее это у нас перефразирование ну или подстановка можно варьировать это речевой образец он наполняется другими известными учащимся лексическими единицами и таким образом создаются условия для непроизвольного запоминания грамматической структуры вот главная цель этого задания это учить выражать мысли другими словами но не искажать содержание вот как вариант или же также происходит активация активное использование лексических единиц изучаемой темы тренировка памяти и отработка грамматических навыков устной и письменной речи как вариант давайте с вами на примере разберем вот он пример перефразирования например ученик вытягивает карточку у него есть фраза I packed several sweaters because I was afraid I would be cold смотрите дано слово case в скобочках в этом задании у него дается макет небольшой в котором он должен употребить от трех до шести слов включая это слово case и ответ you packed several sweaters in case you got cold перефразировал мысли передал своими словами но содержание не изменил опять таки вот это отлично подойдет на такие вот и вводные фразы какие-нибудь грамматические конструкции все будет зависеть от того какие конструкции мы с вами хотим отработать все будет зависеть от цели нашей нашего упражнения то есть если цель отработать именно структуру грамматическую тогда да этическую единицу тогда можно подобрать упражнение предложение попроще и вот так вот это происходит в таком вот виде а теперь дамы и господа небольшой интерактив попытайтесь вы подставить дополнить предложение не меняя его смысла употребив слово time в скобочках добавляете только от трех до шести слов включая это слово time I have never been in a submarine before я никогда не был ранее в подводной лодке ваши варианты пишите в чат я их обязательно зачитаю пока вы пишете предлагаю еще такую вот идею для упрощения задачи если вы считаете что ученикам будет на первых парах это сложно а это будет и к этому нужно быть всегда готовым можно дать варианты ответов опираясь на эти варианты ответов это конечно же проще но они смогут максимально точно дать ответ поэтому опять таки это мотивирует фокусирует внимание и создает такую вот скажем так ситуацию небольшого успеха вот уже появляются первые комментарии валентина нам пишет the first time i have отлично елена отвечает естественно все будет у вас верно коллеги такое вот простенькое задание видите употребили несколько слов и слово time подходит полностью и также отрабатываем грамматическую конструкцию present perfect вот такой вот вариант это можно использовать не только для устной речи но и для письменной но поскольку мы говорим об устной речи то лучше всего это проводить используя карточки как вариант вот ну и естественно ученик прочитал и старался постарался должен постараться перефразировать естественно это должна быть соответствующий уровень должен быть соответствующий уровень подготовки к данному заданию естественно нужно перед тем как его дать хорошо проработать тему а дальше мы просто отрабатываем навыки поэтому я считаю что это задание вполне будет хорошим если мы хотим отработать грамматические разговорные навыки и вбить это как клише и идем дальше итак трансформация трансформация переходим итак трансформация это возможность формировать навыки комбинирования замены сокращения или расширения заданных грамматических структур в речи с их помощью можно научить варьировать содержание сообщения в моделях те которые заданы модели например также трансформация требует большой интеллектуальной активности поскольку при ее выполнении происходит перестройка заданного образца а для этого необходимо не только знать что нужно сделать но и уметь непосредственно это сделать то есть нужно ориентироваться в задании ну например учитель кладет на стол предмет к примеру книгу и говорит there is a book on the desk далее учитель добавляет еще несколько книг и говорит there are books on the desk вначале учитель дает исходное утверждение в единственном числе затем эту функцию уже выполняет ученик ребенок он трансформирует это утверждение во множественное число в приведенном примере учащиеся должны поставить существительное во множественном числе а для этого отбросить неопределенный артикль так как он не употребляется во множественном числе и прибавить s к существительному также мы согласовываем глагол с существительным из меняем на r если у нас множественное число ну и так далее опять таки данная трансформация будет зависеть от той темы которую мы хотим с вами разобрать и отработать вот так ну как то так вот на мой взгляд очень успешное задание если мы хотим опять таки фокусировать внимание наших учеников на грамматических конструкциях опять таки можно добавить какой-либо элемент игры вот поэтому когда мы говорим о типичных ошибках и мы их в середине нашего вебинара обсуждали и в начале и в середине то там было вот именно кто-то писал в комментариях что пропускают глаголы вспомогательные например это очень частое явление и поэтому данная трансформация фокусирует внимание именно на глаголах что их не нужно терять они должны всегда быть ну как то так итак далее можно задание усложнить и сделать трансформацию целого текста например rewrite the text using passive voice перепишите текст используя страдательный залог и вашему вниманию также представлен возможный ответ итак someone broke into a local shop yesterday the owner had just locked up by the owner when a robber with a gun threatened him кто-то ворвался вломился в местный магазин вчера владелец только что закрыл магазин когда вор или грабитель с оружием угрожал ему возможный ответ a local shop was broken into yesterday the shop had been just locked up by the owner when a robber with a gun threatened him вот мы с вами трансформировали текст в пассивный залог страдательный местный магазин да вот ирина пишет комментарий я как раз об этом хотел проговорить немножко позже как бы вы заменили следующее предложение но вот ирина меня опередила отлично хорошо так возвращаемся к нашему возможному ответу и таким образом ученики отрабатывают пройденную например тему отрабатывают навыки грамматические опять таки можно задачу упростить если вы отрабатываете там либо сравниваете два времени настоящее простое прошедшее простое и соответственно вы можете упростить например текст из present simple добавляете в past simple как вариант ну скажем скажем вот так вот трансформация текста возможно будет посложнее но опять таки если мы нацелены на непосредственную отработку навыков то это вполне подойдет вот и давайте теперь с вами подведем итоги какие из перечисленных решений вы готовы использовать в своей педагогической деятельности мне очень интересно ваше мнение но опять таки решений было много все будет зависеть от того какую цель вы преследуете на что вы считаете нужным обратить свое внимание вот поэтому в принципе каждое из решений может быть вполне удачным на мой взгляд но наша главная с вами задача правильно его подать сформулировать сделать это максимально просто для восприятия учеников ну и так далее так все же коллеги какие из перечисленных решений вот майя пишет большинство а например вот глина пишет перефразирование трансформация это если мы хотим именно формировать вот personification контакция нам пишет хорошо но опять таки напомню что именно personification вы можете использовать любое слово чем сложнее тем лучше чем больше тем лучше отрабатывать те или иные навыки которые нам необходимы slices of life понравился Ирине также хорошо спасибо большое и идем дальше согласны ли вы что системность выполнения упражнений поможет достигнуть наилучшего результата и почему я затрагивал тему системности ранее в вебинаре и говорил то что если например мы ввели какое-то упражнение всего один раз естественно никакого результата мы с вами не добьемся любое упражнение должно быть в системе если мы отрабатываем тот или иной навык мы к нему должны подобрать правильное решение если мы с вами работаем конкретно в системе систематизируем знания навыки конечно же и результат будет совсем другой да поспешил немножко согласен с Галина Геннадьевна но тем не менее вот ваши комментарии тоже верны мне приятно то что мы с вами на одной волне и вы разделяете мое мнение но у нас с вами общее что именно система нам поможет и так и следующий вопрос какое из представленных упражнений на ваш взгляд самое эффективное и почему как вы считаете какое из представленных упражнений на ваш взгляд самая эффективная и почему мне например нравится упражнение контакта если мы хотим улучшить с вами именно беглые компречи внимание, сфокусировать внимание на чтении и так далее, то контакта очень хороший вариант. Вот Светлана пишет, контакта, стык из трансформации, кто-то пишет, не успел прочитать, кому-то нравятся все, Альбина пишет, что комбинировать нужно, естественно, ведь вашему вниманию были представлены отдельно те или иные упражнения, задания, которые можно использовать на определенном этапе подготовки к экзамену. Естественно, можно отрабатывать навыки, комбинируя их. Таким образом, результат будет, на мой взгляд, эффективнее намного. Тамара Валентиновна пишет, что ей нравится трансформация, поскольку это отработка грамматики. Как раз вот именно часто, мы с вами об этом говорили, идет часто, такие вот ошибки, именно когда ученики используют грамматические конструкции, будь то диалог, будь то монолог. Вот. И, соответственно, сама трансформация помогает это отработать. Также, и, поверьте мне, и метод перефразирования тоже. Но единственное, что метод перефразирования создает именно вот хорошие клише, которыми ученик может пользоваться. Вот. Разговорные игры все интересны. Пишет нам Тамара Валентиновна. Да, Ольга нам пишет, к сожалению, урок ограничен по времени. Совершенно верно. Ведь не стоит забывать, что помимо тех или иных тем, у нас тех или иных подготовительных уроков, да, каких-то вот разборов, типичных ошибок и так далее, есть определенно темы. Темы, которые нужно проходить. А что мешает внедрить те или иные упражнения, подобрать их под тему наших с вами уроков? И монологическое высказывание, и идеологическое, например, также повторение звуков, правил чтения и так далее. Это все можно внедрить, подобрать под тему, а далее вы посмотрите, что любой вопрос будет уже у них спонтанным, поскольку все отработано, все сделано, выполнено, и это нужно делать, действительно, желательно отрабатывать определенный навык, либо комбинировать их из урока в урок. Вот. Ну, как вариант. Надеюсь, что вебинар вам понравился, вы подчеркнули для себя много новой информации, как и в упражнениях, и в разговорных играх. Сейчас я вам по поводу презентации, кстати, она будет доступна, обязательно, вы сможете ее получить, я так полагаю, в личном кабинете, вот, там она будет доступна до 100%. Я вам сейчас в чат отправлю ссылку на сертификат, прошу вас, ссылка на сертификат, ловите, я потом еще раз ее продублирую. Вот. И есть краткая инструкция на экране, как его получить. Поэтому пользуйтесь, я рад, что вам понравилось, я благодарен вам за ваш интерактив, за то, что вы были активны, надеюсь, вам было интересно, и данные приемы, упражнения помогут вам в дальнейшей практике. И следующие вебинары, которые я буду давать, будут уже в сентябре, поэтому следите за объявлениями, как я говорил, тема следующего будет именно письменная часть, поэтому до встречи. Спасибо, что вы сегодня были, увидимся всем, до свидания. до свидания.